Добрый вечер! Очень большой, считаем, праздник для нашей русской церкви, потому что он вспоминает всех погибших во время гонений на русскую православную церковь после переворота Октябрьского 1917 года, так как огромное количество людей, которые служили как священниками, епископами, диаконами или монашествовали, или просто были алтарниками, служащими не в священном сане, в храме, которые были просто верующими, прихожанами. А, наверное, большинство в стране были православными? Ну, по переписи, проведенной в 1937 году, было почти 50% православных... То есть это уже после гонений, да, кстати, началось? А до гонений 70% признавали себя православными, также вот отвечая на перепись. То есть мы понимаем, что такое величайшее, мощнейшее гонение на русскую православную церковь, оно было впервые, можно сказать, в ее время существования, за все время ее существования. Так как сложилась сама государственность российская на таком фундаменте православия с князя Владимира, крестившего Русь, и начало выстраиваться государство православное. Все законы государства Российского империи, в дальнейшем российской, они создавались, исходя из православных законов, из православного мировоззрения. И церковь, она всегда участвовала во всех делах государственных, не только в семейных или личных делах прихожан, но и в государственных. Мы помним, что митрополиты участвовали в управлении государством, когда были маленькие, допустим, престолонаследники, патриархи, митрополиты, они помогали управлять огромной империей, подсказывали, как правильно себя вести и что надо делать. Мы помним, что во время польского нашествия патриарх Хермоген, собственно, воззвал своим письмом ко всем русским людям, и таким образом создалось то движение сопротивления польскому нашествию, которое и освободило Русь от захватчиков, так как они уже были в Кремле, в Москве сидели польские, собственно, управляющие нашей страной и так далее. Это можно перечислять огромное количество заслуг Церкви Русской перед нашим Отечеством. Ну, немногие знают, что книгопечатание, оно пошло от митрополита Макария Московского. Он благословил на книгопечатание и с его благословения начали печатать. До этого были просто рукописные. Да и самообразование тоже пошло с православия, когда начали повсеместно обучать. Все, так сказать, образовательные моменты начинались тоже с школ при церквях, при монастырях. Это тоже. Да и само образование было на священных книгах. Да, само название образования, а слово образ. Образ, да, образ Божий. И на псалтыре учили церковно-славянский язык. Закон Божий, он был с детства, так сказать, в одном из самых главных статусов в образовательном процессе. И это все, естественно, создало нашу культуру, наши ценности, и личностные, и государственные ценности, и семейные ценности, и нравственные, и моральные. То есть, ну, вся наша структура государства, она была пропитана православием, церковью, и образом жизни христианским. И вот при перевороте 1917 года... Переворот, это проевский, наверное, было все-таки, раз все государство было такое у нас православное, то все это все-таки западное. Ну, ничего нового, те же, как и сейчас происходят эти революции, там, какие-то оранжевые, там, или еще другие, там, цветные революции, они все по одному и тому же принципу и сценарию происходят. То есть, находятся предатели внутри страны, их начинают оплачивать, содержать внешние, так сказать, заинтересованные структуры от различных других государств, которые их в дальнейшем ставят управленцами. Ну, посмотрите, что на Украине происходит, или там, в других странах. Это все, ну, вот, белыми нитками шито, и все это очень ярко видно, как этот сценарий развивается. То же самое у нас в 1917 году происходили те же самые вещи, то есть, был Керенский, который, собственно, от Англии управлял, да, были там и Троцкий, и прочие. Ленин с Германией, да? Ленин, да, Германский был агент влияния, оплачивала Германия его действия. Ну, все мы знаем из истории, так сказать, нашей в школе преподаваемой, что Ленин, там, газета «Искра», значит, они собирались, они там в Швейцарии жили, они ездили из страны в страну. Деньги где на это брали? Причем нам все подавалось, это с противоположной точки зрения, что это очень хорошо. Хорошо, как это замечательно, но никто не задумывался, откуда на все это деньги брались, это же огромные деньги, это нужно, если это распространить по всей стране, хотя бы по городам, это представляете, какой поток литературы революционный должен быть. Это же сейчас это все в WhatsApp написал и разошлось. А тогда нужны были курьеры, нужны были бумага, типографские механизмы и прочее, прочее. Это огромное количество денег. И все это, ну, была такая личность, Парвус, некто Парвус тоже из России, рожденный в России, но потом пришедший к германскому правительству во время войны с Германией, предложивший взорвать Россию изнутри. И они стали оплачивать этому Парвусу финансирование, забастовок, революционных стачек и прочего, прочего. И именно Парвус набрал вот эту команду Ленина в Швейцарии. И оттуда уже в запечатанном вагончике их перевезли в Петербург, и там начали свою агитационную программу с ними развивать. И в дальнейшем все это пошло как по накатанной, ну, как и сейчас мы видим в других странах все это происходит. Поэтому, конечно же, так как эти люди были антироссийские, значит, антиправославно настроенные, то первые законы, которые издавались большевистским правительством буквально в 17-м году, там, ноябрь, декабрь, январь, там, в 18-м году, они во многом были направлены против церкви. То есть декларация, да, прав народа. Прав народа, да, закон о свободе совести и прочие законы, управляющие внутри государственными, так сказать, процессами, были направлены на отчуждение церкви от государства. То есть уже лишение церкви было буквально, по-моему, в 19-м, 20-м году церковь лишили юридического лица, возможность иметь какую-то собственность, то есть, значит, храмы, монастыри, какие-то школы церковные и все прочее. Все это отходило государству. То есть церковь просто была изгнана с тех многовековых построек, которые сама церковь строила. Это же церковь, она же не захватывала эти строения. Это, ну, как, допустим, там, преподобный Сергий, откуда появился строитель Сергий Лавров? Пришел монах в лесную Чущобу, построил себе келью, к нему собрались другие монахи, построили себе келью. Потом они совместно построили монастырь, потом вокруг этого монастыря сложился целый город, Сергеев Посад. А потом пришли большевики, которые Сергий Лавров закрыли и забрали все это в государственные, так сказать, имущества. И так далее. Разорили все. То же самое, что далеко ходить с нашим монастырем, Николая Беликовская пустынь. Точно так же, ведь монастырь строился столетиями. Там и вклады, там от Екатерины Второй вклад земельный был, там вклады от Евдокила Пахиной, жены Петра Первого. Там вклады от многих богатых людей, не особо богатых, и крестьяне жертвовали. Огромное количество было людей, желавших построить храм в монастыре, или подарить иконочку, или подарить свое дело земли, чтобы монастырь укрепить как-то. И монастырь служил и прихожанам, и государству, так как шли молитвенные службы. Во время войны монастырь принимал и раненых на своей территории. Во время войны сам монастырь, наш монастырь, отправил на фронт и лекарства, и даже аэроплан за свой счет монастырь купил и отослал на фронт Первой мировой войны. Это и в русско-японской войну участие принимали наши монахи, и в Первую мировую войну участие принимали. И что с ним сделали? Монахов всех сослали, и монастырь отдали под... Ну, сначала это было место проживания бездомных детей. Потом, значит, раненых после Гражданской войны, потом Великой Отечественной войны, а потом уже психиатрическую больницу сделали. В этих корпусах, которые раньше были монашескими кельями и храмами. В храмах мерзость запустения сделали, в алтарях посудомойку, в храме, значит, какие-то жарочные, варочные, рыбные, мясной цеха сделали в одном храме. В другом храме склады просто... Вообще страшно представить, да? Одно дело история, когда вот, например, для человека это дорого, да? Вот сейчас представьте такая ситуация, да? То есть для людей, которые ходят в храм, да? И кто-нибудь придёт и возьмёт, и всё это закроет, всё это как вот сейчас на Украине происходит? Да, на Украине сейчас целые епархии православные, русская православная церковь и епархии, они, хоть украинские, да, но они с московского патриархата, украинской церкви, они потеряли не только монастырия, они все храмы потеряли. То есть название епархии есть, храмов нету. Они все отняты, причём насильно. И туда поставлены... То есть тоже человеку дорого, берут и всё это... Да, и туда поставлены униаты. То есть священники, подчиняющиеся либо вот Порошенковской церкви, которая там... Какие там даже вспоминания происходят, просто углубления на святые. Либо совсем католической церкви, принадлежащей священнике. То есть, понимаете, идёт захват. Вот то же самое в 1917 году и на нашей территории происходило. К сожалению, это наша история, буквально здесь происходившая. Здесь вот в Щёлково есть Троицкий храм. Он точно так же был закрыт и отнят у церкви, и многие другие храмы. То есть единицы храмов остались для церкви. То есть если перед революцией было по всей России 1025 монастырей, то потом практически 700 монастырей сразу было закрыто после того, как началась революция. Если храмов было 80 тысяч, половину сразу и закрыли. Сразу. А в конце уже, наверное, к моменту, когда зараживался... Ну, там процентов 10 осталось от храмов, то есть от этих 80 тысяч храмов. Священников, если было там, и священнослужащих, то есть и священники, и диаконы. Если их было там 65 тысяч, то половина их сразу... Кого расстреляли, там десяток тысяч расстреляли, а остальных сослали в лагеря. Да, какое страшное состояние людей на протяжении этих десятилетий, когда люди не могли не причащаться. То есть вообще Господь же говорил, да, что не причащаетесь, жизни не имеете. А здесь вот жизнь просто вот... Да, стали целые города, не имевшие ни одного храма. Особенно те, которые поближе к Москве. Там просто вот напрочь закрывались храмы. Ну, если вот брать мытищи, например, там тоже восстанавливали храм. И храм Владимирской иконы Божьей Матери на Иерославке стоящей. Люди пришли, нескольких сотен человек, защищать храм. Там их окружили пулеметчики и просто расстреляли все. Которые не хотели отдавать храм. Вот только появились наши новомучники. И это были, да, первые новомучники, которых мы даже имена не знаем. Мы когда начали, ну, допустим, если говорить о Владимирской церкви, начали там реставрационные работы, прежде всего пришлось снять наросший уровень земли, который заасфальтирован. А под ним просто черепа с пулевыми отверстиями. То есть их там же и закапывали, прямо на территории храма. И это вот история, в которой я уже участвовал лично. То есть эти косточки мы собирали под алтарным пространством, там сделали такой вот памятный такой гроб, куда все эти косточки складывали мучеников. Мы даже не знаем их имен. А вот этот память день, да, собора новомучников, то есть там есть имена, ведь сейчас более 1700 имен официально, да, в этом списке сколько, наверное? Известных, тысяч только известных. А сколько неизвестных? Там Бутовский полигон. Как узнали, что такое Бутовский полигон? Решили строить большой микрорайон Подмосковья. И туда пришли геодезисты, которые приборами решили посмотреть какое-то там геоподосново. Подходящее место. Да, что там в земле происходит. Они, есть георадары так называемые, приборы, которые они посмотрели, а там кости, а там братские могилы, а там десятки тысяч людей закопанных. Ну, все в шоке были, какое тут строительство. И стали уже поднимать архивные данные, засекреченные, потом рассекреченные, что же там происходило, ЧК, НКВД и прочее. А туда, оказывается, вывозили с Москвы, в Московскую область туда людей вывозили, в том числе и с нашего монастыря, там Иосаф Боев, наш насельник расстрелян в Бутовском полигоне. То есть мы это все вот здесь, рядом с нами происходило, это жуть была, которую мы сейчас даже не можем представить. И эти люди, ну, конечно же, началась постепенно вот эта раскрутка такого маховика убийств. Сразу не могли, не вот так. Начались в 17-м году. Царское село, священник, отец Александр... Это Иоанн Кочуров. Кочуров, да, да. Иоанн, да. Значит, священник шел с крестным ходом. Решил обратиться к людям, чтобы, ну, утешить как-то, поддержать их. Оказались рядом, так сказать, революционно настроенные солдатики. Его застрелили там на месте просто и все. В облачении прям сразу. Нет, без суда, без следствия, без объяснений. Просто, может быть, мимо проходили, выстрелили все. Тот человек, который, ну, в память о котором, собственно, это 7 февраля и избрано Днем памяти новомучеников российских, митрополит Владимир Богоявленский, митрополит Киевский, да, проживал в Киево-Печерской лавре. Пришли полупьяные матросы, солдатики в Киево-Печерскую лавру. Взяли его, вытащили за территорию лавры, расстреляли и штыками искололи. На глазах у всех. Без суда, без следствия, в полупьяном виде. Ну, вот понимаете, да, это что? Это безумие, которое происходило у нас, в нашей стране. Это сейчас Киев, это как бы не наша страна, хотя это наша страна, тоже Российская империя была. И, соответственно, то же самое и в Москве, и по всем другим городам прокатилась волна репрессий и убийств без суда и следствия. Просто создавались тройки НКВД или ЧК, которые на свой, так сказать, страх и риск, что им нравится, то они и делали. Вот им пришла разнарядка, там, 200 человек должны быть расстреляны в этом месяце. Вот они, 200 человек выбирают из того потока людей, которые к ним привозятся. Все. По какому принципу отбирались? А просто вот это лицо понравилось, а это не понравилось. Это как сейчас, наверное, мобилизация на Украине происходит. Там же тоже везде выхватывают людей из автобусов. Ну да, тоже такой же беспредел, который совершенно без суда и следствия. Человек идет за хлебом в магазин и оказывается уже там на передовой. То есть ни близким, ничего неизвестно, куда он исчез, куда. А потом только похороночка приходит и все. То есть мы понимаем, что когда... А было несколько волн, да, вот таких вот гонений? Ну, они были гонения непрерывные, прям до начала Великой Отечественной войны, собственно, которая и прекратила вот эти гонения. Собственно, вот эта война, как ни странно, такая беда для страны, но она закончила вот эти страшные гонения на верующих православных. И, естественно, они то сильнее, то слабее, то есть волнами шли. Волны, да, то есть там сначала 17-й год, потом, я знаю, 29-й. И ваш, кстати, да, тоже там? Да, в 29-м году, да. И вот 29-й год пошел, 37-й, да, какие-то волны. Это зависит от того, кто стоял у власти, потому что там же руководители ЧК, они тоже менялись, их тоже расстреливали. Они сами же, наверное, попадали под свои же законы. Совершенно да, вот это же прям духовный закон совершается. Какой меру ты меряешь, такой меру тебе и отмирится. Вот он расстреливал, расстреливал, потом раз, его расстреляли. Как пророку им предтечи, да? Вот его обезглавили? Да, да, дочка также, та, которая послужила орудием таким обезглавления Иоанна Предтечи, она также ей отсекла голову льдом реки, по которым она шла, провалилась под лед. Лед замкнулся на ее шее, и тело утонуло, а голова стала слежать на льду. Голову подобрали, на блюде принесли родителям Ироду и Иродиаде. То есть вот так же на блюде, как и голову Иоанна Предтечи им привезли, так они голову своей собственной дочери увидели, Соломии. Не рой другому яму, да? Да, не надо забывать о тех законах. Но вот мы все помним, что есть закон гравитации, да? Споткнешься, упадешь, яблоко подбросишь, оно тебе на голову упадет, синяк поставит. А здесь такой же закон непреложный, неизменяемый, закон духовный. Какой меру ты меряешь, такой меру тебе и отмирится. Как закон гравитации? Он все равно будет действовать. Веришь ты в Него, не веришь, знаешь ты о Нем, не знаешь. Незнание не спасает от последствий закона. Это надо четко помнить и знать. Когда вообще закончились гонения? У нас в 88-м году такой коренной прелом, когда тысячелетие было. Тысячелетие крещения на Руси, оно принесло освобождение. То есть вот в 29-м году церковь объявили вне закона, а в 1988-м ее опять легализовали для государства, для жителей России. Да, 60-70 лет. То есть это было непрерывное гонение, причем оно во время Сталина, во время Великой Отечественной войны как-то вроде послабее становилось. Потом пришел после войны Хрущев, он усилил эти гонения и даже заявлял такие гордостные фразы, что я последнего попа, я уничтожу церковь, а последнего попа покажу всем по телевизору. Ну, собственно, дело не дошло до этого, его самого просто отстранили от власти, и мы знаем эту всю историю, его, так сказать, судьбу. И вот эти все брожения, которые там во время брежневских, так сказать, времен, они как-то вроде послабее стали гонения, но все равно законы-то существовали, которые были приняты в 1929 году, их никто не отменял. И они как были, так и оставались. И священника могли посадить в любое время дня и ночи, если он просто, ну, например, послужит панихиду на кладбище, а кто-то на него пожалуется. Его могли привлечь в уголовную ответственность. Кто и с ним рядом еще был. Да, и потом, да, и всех, кто участники. Если священник идет по улице, к нему подбегает ребенок, он ему там, не знаю, конфетку дает и там благословляет его, как это обычно священник делает, его могли посадить за это. За развращение малолетних, вот просто за то, что священник благословил ребенка, подошедшего к нему, его могли посадить. Ну, наверное, еще и родители к тому же тоже могли бы. То есть мы сейчас, в голове это не укладывается, но наши, так сказать, дедушки и бабушки, наши родители жили в это время. Да и я сам жил в это время. Просто не касался на тот момент, потому что не был священником этого всего, а те священники, старенькие, с которыми я общался уже, будучи молодым священником, они мне все это рассказывали. То есть были уполномоченные, которые следили от государства, поставленные люди, которые следили, чтобы староста не настоятель управлял храмом или монастырем, а староста, двадцатка была создаваемая специально из, как правило, коммунистов неверующих, и староста нанимал священника. Если священник как-то слишком активно проповедовал и много людей привлекал, староста ему сначала уговаривал, потом писал на него донос уполномоченного, уполномоченный вызывал священника и снимал с этого прихода. Вот мой духовник, Владыка Александров, он семь приходов поменял. И везде с резолюцией «За возрождение духовной жизни на приходе». Это резолюция, почему его снимали с этого прихода, направляли в следующий, в следующий, в следующий. Везде по одной и той же причине. Он духовную жизнь возобновлял в приходе. А чем священник должен заниматься? Просто треба исполнять, и все, как механизм. Понимаете, подход был какой. И старосты являлись полнокровными управляющими приходов, церквей. Часто они были просто ставленники райкомов, горкомов и прочих партийных органов. К сожалению, это было на моей памяти. Это я помню по рассказам тех, кто меня сформировал как священника. И мои бабушки тоже это рассказывали, потому что они были верующие. Они царствами небесные уже умерли, но это все им пришлось пережить. То есть мы понимаем, что неспроста в 2000 году был возобновлен праздник, хотя начальное празднование и торжественное памятование новомучеников еще патриарх Тихон создал этот прецедент. Но во время советской власти это невозможно было праздновать память новомучеников. Просто это было запрещено. Какие новомученики? Никто у нас, ничего, никто не страдал. Тысячи людей были уничтожены, но ничего этого не было. Никто не признавал этого. Да, святитель Тихон, да, Беловин, как раз тоже прославлен в лике святых. Много известных новомучеников. Это и царство, и старство терпца, да. И здесь очень много имен. И Евгения Елизавета. И среди Лука Крымских он тоже. Лука, да. То есть все такие люди, которые очень ревностно стояли на страже духовных заповедей, веры христианской, православия, они все пострадали. Потому что невозможно скрывать свою любовь. Ты в любом случае будешь проявлен как любящий Бога, любящий церковь в таких условиях. А значит, это будет тебе вменено в вину, и ты будешь либо посажен в тюрьму, либо вообще расстрелян. Да, о таком вот немножко попозже поговорим, да. Почему все-таки пытались истребить, а церковь, наоборот, она, получается, укреплялась. Но вот хотелось поговорить именно, еще есть, то есть в этом ряду, в Сонме, да, святых, особая такая вот роль отводится митрополиту Владимиру Богоявленскому, да. То есть у него даже память празднуется 8 раз в году. То есть там и в соборе и самарских святых, и московских святых, и тамбовских святых. Вот что это за личность такая? Это ребенок, родившийся в семье священника. То есть он с детства воспитывался как верующий православный христианин. Он с детства там и алтарничал у папы священника. Он ходил в церковь, ходил в воскресную школу и учился в православной гимназии и прочее. Потом он закончил семинарию, потом закончил академию. Создал семью, родился в Тамбовской губернии. Там же, значит, он женился, но трагическая была судьба. То есть погибли трагически жена и единственный ребенок. И после этого он ушел в монахи. И ему дали монастырь, настоятелем монастыря стал, а потом епископом стал. И удивительным образом он был управляющим епархием над тремя главными городами России. Это Москва, Питер и Киев. То есть сначала был московским митрополитом. Даже в Грузии какой-то. В Грузии был, да. И в Самаре был. И таким образом он везде потрудился на Неве церковной. Везде создавал храм, открывал новые приходы. Создавал школы для прихожан, детей, прихожан. И это все его было естественное пастырское служение. А его как раз годы выпали на вот эти самые тяжелые, да, годы гонений как раз. Да, он в 1912 году, по-моему, стал как раз управляющим епархией. И там буквально через пять лет началась революция. Вот, естественно, все эти моменты происходили не в нормальных, как сейчас, спокойных обстоятельствах жизни священников или епископов, а вопреки всему, то есть ему мешало государство, ему мешали доносчики, ему мешали раскольники, потому что тогда церковь была расколота на живоначальную церковь и на другие какие-то пытались, опять же, государственные, так сказать, структуры специализированные расколоть церковь, как можно больше, и внести внутрь ее смуту. И в этот сложный период он как раз этим и управлением церкви занимался. И как он в Киев попал у него после митрополичества московского, его перевели в столицу, а тогда это Санкт-Петербург был, но на почве недопонимания с царственными особыми из-за Распутина, вот у него был конфликт с царем, и его тогда послали уже, сменили кафедру на киевскую кафедру. То есть он подальше от столицы. Соответственно, там он продолжал свое служение, и там он мученически пострадал. И мощи его были в 1992 году обретены, и сейчас лежат такие Печерские лавры в пещерах, где лежит множество святых угодников божьих, начиная с Антонио Феодосики и Печерских. Он был первым из архиереев, новомучеников, да? Да, его, так сказать, в среде епископов и архиепископов, митрополитов первым расстреляли, и поэтому его день расстрела, 7 февраля, сделали днем празднования новомучеников российских. Ну да, да, официально 7 февраля, да, но она переходящая дата, то есть ее двигают. Ну, по воскресеньям, чтобы это всегда с воскресеньем совпадало, потому что понятно, что на буднях не так много народу в храмах, а это все-таки очень значимый для России праздник, поэтому ее всегда привязывают с воскресным днем. И если седьмое воскресенье, значит седьмого, если там воскресенье восьмого, девятого, десятого, или там какого-то предыдущего дня, то ее переносит. А вообще какое отличие наших новомучеников, которые нам особенно близки, прямо вот они рядом с нами, да, находятся, мы потомки, даже, может быть, и в семьях каких-то есть свои, да, новомучники. Вот есть у них отличие от мучеников первых веков, от первых христиан? Ну, первых христиан гонения были несколько иные, хотя тоже кровавые. И там также были предатели, также их соседи продавали, потому что был целый указ императора, Нерона, кажется, если я не, так сказать, запамятил, что тот, кто расскажет о христианине, тому отходит все имение этого христианина. То есть, таким образом, стимулировали к предательству всех граждан Римской империи, чтобы они продавали христиан на мучения, а имение себе забирали. Ну, представляете, что творилось в Римской империи. И разница в том, что не во всех уголках Римской империи были гонения единовременно, то есть могли куда-то перемещаться, где-то скрываться, а в Российской империи везде были гонения, куда бы ты ни пошел, везде одно и то же, везде жесткий, четкий приказ на уничтожение церкви, причем физическое, не моральное, не нравственное, а именно физическое уничтожение. И это, конечно, по-другому. Если в Римской империи там, ну, зависело от управляющего, там, ну, как сейчас губернаторы, вот тогда были тоже такие гемоны областей, если гемон такой мягкий, то особо и гонений не было. Ну, наверное, все-таки эти мученики первые, да, христиане, они больше были внешние гонения от незнакомых людей. А здесь у нас, получается, вот эта церковь изнутри, она начала гнить, и изнутри вот даже люди, которые знали хорошо заповеди, законы божьи, да, и они начинали предавать. Ну, действительно, те, кто стали во главе безбожного государства, которые создали союз воинственных безбожников, там, Ярославские губельманы и прочие люди, они жили до этого и были воспитаны, и ходили в школы, гимназии православные, то есть они и крещеные были. Они устроили церкви, знали. Да, тот же Ленин был крещеный, и все остальные там. Он даже тоже в православной школе получился. И в православной, да, гимназию, и его отец, он был, следил за православными гимназиями, да, то есть удивительным образом эти люди были настолько пропитаны ненавистью к православию, что в дальнейшем знания, которые они получили о православии, послужили не на пользу им, не на спасение к душе, а на то, чтобы побольнее церкви отомстить, побольнее ударить, зная ее изнутри законы устроения церковного. Поэтому, конечно же, эти люди были особо изощрены, скажем так, в уничтожении церкви и всех православных христиан. То есть в Римской империи не все знали принципы церковные. Ну, как, например, апостол Павел. Он просто приезжал даже к Августу Кесту и рассказывал про христианство, про Христа рассказывал. И его принимали, и отпускали, и все нормально было. То есть он ездил по городам, спокойно проповедовал, хотя в некоторых были гонения. И того же апостола Павла там и камнями побивали, и прочее. А он сам изначально же тоже, да, он нападки на христиан, потому что он не знал Господа. Да, когда он был савл, да, до крещения, в крещении он стал Павлом, он был гонителем христиан, так как был ревностный фарисей, и его так воспитали, да, в фарисейских таких наставлениях. Соблюдал ветхозаветные заповеди, и он считал, что все, что не ветхозаветное, все, значит, ложное. То есть он не воспринимал Христа как мессию. Хотя в ветхом завете ему сказано было, что мессия должен прийти. И он гнал до какого-то момента, пока ему сам Господь не открыл, так сказать, что он истинный мессия, и с этого момента Павел стал служить Господу. Да. А в чем вообще причина такого парадокса, да, почему физическое уничтожение христиан неизменно приводило впоследствии к их увеличению? Удивительно, да, это необъяснимо с точки зрения человеческой логики. Если брать ту же Римскую империю, то 300 лет гонений на православную церковь, причем таких жестких, с уничтожением, с сжиганием, с придаванием на корм львам и тиграм, в Колизее и прочее, христиан, все больше и больше их только увеличилось. Потому что каждый мученик христианский, он умирал, во-первых, со словами любви ко Господу, во-вторых, с многими чудесами умирали эти люди, когда их пытались убить, а они не умирают. Когда их пытались там зверям скормить, а звери им облизывали ноги, вместо того, чтобы их разорвать на части. И видящие тысячи зрителей, они становились верующими. То есть кровь христианская, она являлась как бы семенами веры, истинной веры, которая падала на души других людей и их приводила ко Христу. Вот эта мученическая кровь. Да, и тут же нужно понять, да, что же такое человека? Вот ему жизнь лишают, да, а он не отказывается от Господа. Ну да, если брать, так сказать, наших новомучеников, то их просто вот строили там на зоне. Ходил, так сказать, один из разнарядки там из начальников этой зоны с револьвером представлял. Револьвер говорил, верующий, верующий, человек там, да, выстрел. Верующий, да, выстрел, верующий, нет, свободен и так далее. То есть выбор вот был прям вот тебе жизнь, вот тебе смерть. И ведь сколько людей пошли осмысленно на смерть ради любви ко Христу. Это, конечно же, высшее из проповедей христианских. То есть, может, мучения могут быть внутренние, духовные, их не так видно. Хотя человек внутри мучается, страдает, ну, там, в борьбе со страстями, в борьбе с грехами человек страдает. И это, ну, больше такой монашеский путь, да, когда монах борет себе какие-то пристрастия к этому миру, отрекается от мира, и в борьбе, в таких мучениях всю жизнь пребывает. И, в конце концов, Господь его удостает победы над этими всеми страстями, бесовскими наветами, и удостаивает Царство Небесное. Но это внутреннее, никто их не видит. А здесь внешне все видно, все ясно, четко. Он говорит открыто, что я верую во Христа, и за это умирает. Тот же митрополит Владимир, перед тем, как его расстреляли, он ведь, помолившись, сказал, да простит вам Господь. Своим убийцам он дал прощение то, чего они делали с ним. Это как? То есть это не укладывается в голове у человека неверующего. Это необъяснимо. Неверующий кричал бы там, проклинал, и говорил, да вы такие сякие, там, пятое-десятое. Нет, а здесь любовь изливалась даже перед кончиной. Но вообще нужно заслужить, наверное, еще такую смерть, потому что вот там веруешь, да. Ну, для верующих людей может только о такой смерти, наверное, мечтать, да, чтобы тебя так убили за Господа. Наверное, еще нужно это заслужить. И, скорее всего, ведь наверняка же внутренняя борьба у них продолжительное какое-то время, а это уже как вершина, как венец, наверное, их кончины. Ну, конечно же, без помощи Божией никто мученическую кончину не может получить по своему естеству, слабому, немощному, человеческому естеству. Мы там малейшую боль-то не всегда переносим. А здесь речь шла о многодневной, а то и многолетней боли, причиняемой надсмотрщиками в каких-то концлагерях, в тюрьмах и прочее. Или там вот мучениях, которые сопровождали вот эти смерть, кончину. Я вспоминаю, как описание смерти тоже святителя Камского, сейчас не помню его имя, к сожалению. Его зимой вывели на лед реки замерзшей Камы, прорубили прорубь, привязали за волосы к палке и окунали в воду, пока он не превратился в ледяной столб. И там поставили его просто, пока он в дальнейшем просто лед не растаял, и он не ушел под воду. Это все было в истории. Как это? Конечно же, это страшно. Да, у нас не очень много времени осталось, 10 минут, окончая передача. Предлагаю прочитать отрывок евангельский, который читается в память собора новомучеников. Это Евангелие от Луки, глава 21, стихи с 8 по 19. Пожалуйста. Послушаем Евангелие. Он сказал, берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем Моим, говоря, что это Я, и это время близко. Не ходите вслед их. Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде, но не тотчас конец. Тогда сказал им, восстанет народ на народ, и царство на царство. Будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба. Прежде всего того, возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоги и в темнице, и поведут пред царей и правителей за имя Мое. Будет же это вам для свидетельства. Итак, положите себе на сердце, не обдумывать заранее, что отвечать, ибо я дам вам уста и премудрость, которые не возмогут противоречить, ни противостоять все противящиеся вам. Преданно также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят, и будете ненавидимы всеми за имя Мое, но и волос с головы вашей не пропадет. Терпением вашим спасайте души ваши. Да, вот мы сегодня передачу посвятили новомучникам, прямо к ним очень хорошо все это подходит, да, но Господь это говорил еще две тысячи лет назад. То есть это Господь и своим учникам говорил, и наперед всем последствиям? Ну, конечно же, потому что все ученики Господа, все апостолы были умерщвлены, также мученически пострадали и были убиты за проповедь евангельскую. И мы помним, что апостолу Павлу отрубили голову в Риме, апостолу Петра распяли вниз головой, и прочих там апостолов Фому копьями пронзили. И только один апостолам богослов, хотя многожды пытались его и отравить, и убить, он все равно умер как бы своей кончиной, но потом его в могилке не оказалось. То есть вот то пророчество, что о нем, что Господь сказал, что хочу, чтобы он пребывал, до недержи я приду, вот это вот пророчество совершилось с апостолом, единственным апостолом, который своей смертью умер. Все остальные умерли смертью насильственной, мученической кончиной. Поэтому им Господь это все и говорил в укреплении. Но и не только им. Он говорил и по следующим поколениям, потому что Господь, Он всегда один и тот же, что две тысячи лет назад, что сейчас, Он вообще вне времени, поэтому Он и нам это говорит, и до нас жившим говорит, и будущим поколениям также это все говорит. Но здесь очень интересная связь. Здесь Он сначала говорит о конце времен, о конце мира, что, видите, там всякие глады, моры, землетрясения и напасти народ человеческий. Но перед этим будут гонения. Посмотрите, что произошло в 1917 году. Сначала были гонения, а потом и глады, и моры, и множество страданий перенесла наша страна. Сколько одних войн произошло. Гражданская, финская, Великоотечественная, это же японская. То есть мы столько всего перенесли за отступление от веры, за гонение учеников христовых. И так будет и в конце времен. Будет также гонение всемирное на христиан, и потом будут страшные события, где люди будут умирать от страха, грядущих на них, на землю, бед. Вот это все в Евангелии написано. То есть здесь невозможно это разделить. То есть, ну, можно так по-мирски сказать, что человек, который сидит на сучке и его пилит, он упадет, когда отпилит этот сучок. Вот православие – это такое древо, на котором все человечество зиждется, и если это древо упадет, то весь мир упадет и исчезнет. Да, Господь говорит, что волос с головы с вашей не упадет, не бойтесь ничего, и в то же время некоторых из вас умертвят. То есть здесь говорится о спасении души человеческой? Здесь говорится и в этом смысле, да, что с вами ничего не произойдет, не бойтесь. То есть вы, в смысле, как личность, как верующий человек, вас Господь сохранит, даже если убьют ваше тело. Но здесь говорится также, например, о том же Иоанне Богослове, когда его много раз пытались убить, но он не умирал. А также и тоже, и которые великомученики, сколько раз умертали на втором? Да, пытались умертвить, ну, там, Пантелеймон. Даже меч согнулся о его шею, когда пытались ему отсечь голову. То есть такое чудо произошло, и воины побросали меч, говорит, мы не будем тебя убивать. И только когда сам Пантелеймон сказал, нет, мне пришло время уйти ко Господу, совершите то, что вам приказали. Только апостол, когда он разрешил его убить, только тогда они отсекли ему голову, смогли это сделать. И таких чудес было множество на других великомучениках, пострадавших, отгонителей. И это те самые слова, что волосы на голове вашей сочтены. То есть без воли Божьей вы не умрете. А если вы умираете по воле Божьей, значит, это тоже Богу угодно, и таким образом вы спасаетесь. – Ключевая здесь фраза в конце, да? Терпением вашим спасаете души ваши, да? И Господь также говорит в Евангелии с Матфеем, претерпевай до конца, а то и спасется. То есть мы видим, что без терпения невозможно спастись. Ну, действительно, терпение страданий, скорбей, гонений, болезней, ран и прочего всего, что может наложить на нас этот мир, даже без всяких каких-то гонений, таких вселенских масштабов, это всё равно надо терпеть. Эти все болезненные ситуации всегда происходят с внутренним напряжением духовных сил. То есть терпение – это когда мы внутренне напрягаем все свои силы, чтобы перебороть какое-то событие, с нами происходящее, не приносящее нам радости, а приносящее только скорбь, болезнь и печаль. И это терпение является одной из высших добродетелей. И если брать пророчества первых христиан, которые подвязались многими подвигами и много постились, много молились, много добродетелей совершали, и их спрашивали святых отцов, старцев, как будут жить христиане последние времена. Они сказали, что они будут спасаться только единственным добродетелем – терпением скорбей и болезней. То есть то, что сейчас и происходит, мы просто терпим, и это высшие добродетели, без которых остальные добродетели невозможно совершить. Невозможно быть смиренным без терпения, невозможно быть верующим без терпения, потому что если ты верующий в Бога, то ты терпишь посты, терпишь послушание, ты его исполняешь, а для этого надо терпеть какие-то трудности, сложности, то есть себя заставлять, перебарывать, проблемы какие-то возникающие на этом пути, потому что обязательно лукавый будет мешать тебе исполнить то или другое богоугодное делание. И здесь тоже нужно терпение. Поэтому без терпения никак. Как нам научиться терпеть? Ну, начинать надо, конечно, с веры. Если мы верим в Бога, то мы доверяем Ему, и мы становимся Ему верными, Богу. А если я верен Богу, то тогда я буду претерпевать все, что мне посылается в этом мире, потому что я понимаю, что все по воле Божией, ничего выше моих сил Господь не попустит совершиться со мной, все мне во спасение. Как апостол же также говорил Павел. Поэтому не все полезно. Все мне можно, но не все полезно. Все мне во спасение Господь даст. Поэтому, если мы видим, что нужно потерпеть, нужно, значит, себя взять в руки, перестать капризничать, перестать расслабляться, перестать себя жалеть и начинать все-таки терпеливо, с молитвой, с просьбой Бога о помощи перебарывать то или иное событие, которое нам не нравится, скажем так, но с нами происходит. Полтора минутки, пожалуйста, вам заключительное слово к сегодняшней передаче. Ну, зная и имея таких великих покровителей, как новомученики российские, давайте мы будем продолжать то делание, которое они нам заповедовали делать, то есть хранить веру православной Руси и таким образом передавать ее своим детям, внукам, правнукам, чтобы и они шли по этому пути православному, чтобы сохранилась Русь святая, верующая православная Русь, и чтобы через нее Господь еще спасал мир какое-то время. Да, и не будем забывать наших новомучников, ведь они за нас тоже молятся перед Господом. Они великие покровители, и им мы должны также молиться и просить у них помощи. И, конечно же, они нас не оставят в своих молитвенной поддержке и молитвенном участии в нашей жизни, поэтому просить у них. Не забывайте, у нас есть великие помощники в мире другом, в Царстве Небесном. Да, ну, святые нам ученики, исповедники. Молите Бога о нас. Спасибо, Господи. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok